Привет, друзья! Как вы и мечтали, народ в России призывает солдат вернуться с фронта и свергнуть режим Путина. И мы сейчас увидим это видео, а обсудим мы его с удивительным человеком Евгением Вадимовичем Савастьяновым, который стоял у истоков демократического движения в России. Казалось бы, так сказать, и при этом в 1991 году стал руководителем московского ФСБ. Тогда переименовывали. Но, Евгений Владимирович, я должен сразу сказать, что вы были в самое демократическое время в органах, а потом вы были в администрации президента и присутствовали при приходе Путина к власти. Ох, об этом я больше всего хочу с вами поговорить. Здравствуйте, Игорь Валентинович. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы начнем с актуалки. Вот то, что я анонсировал, это происходит в маленьком городочке Баймак в Башкирии, где живет всего 17 тысяч человек. Но там действительно народ бунтует против власти. И одна из женщин публично записала видео с призывом солдат вернуться и защитить свой народ внутри страны. Давайте посмотрим, что там происходит. Игорь Валентинович. Я призываю всех бойцов Башкирии покинуть территорию Украины и вернуться на свою родину для защиты своей земли и своего народа. Пока вы воюете за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и Росгвардия. Возвращайтесь на защиту своей земли. Евгений Валентинович, как такое может быть сейчас в публичном эфире от человека, от женщины в России? Ну как? Ну, что называется, накипело. В общем, судя по ее словам, это какой-то представитель местного национального движения. Для нее свой народ – это народ Башкирии. Защищайте свой народ – народ Башкирии от чужаков. Вот что-то в этом роде. Насколько я помню, там вообще, ведь в Башкирии очень радостно, это национальное движение, связанное с защитой местных культурно-ритуальных объектов, курганов и так далее. А кроме того, мы знаем, что из регионов больше набирают войск, больше людей гибнет на передовых. И, в общем, понятно, что затянувшаяся на два года уже, по сути дела, как Путин ее называет, войной, она раньше или позже должна подорвать настроение населения. Это со времен Суньзы, великого китайского стратега, жившего две с половиной тысячи лет назад, известно, что война должна быть короткой и победоносной. Длинная война затягивает, разрушает тылы. И вот мы видим, совершенно очевидно, здесь это просто приняло форму таких уже массовых выступлений. В других местах это меняет настроение людей. И жены мобилизованных вообще стараются их призывать, вернуть, поскольку уже больше года прошло с момента мобилизации. Так что, ну, то, что народ устает от этой войны, ему совершенно не нужно. Для него совершенно вредно. Цели и задачи, которые меняются со скоростью необыкновенно. Даже на этой неделе мы видели, то это борьба с негендерными туалетами. Как метко заметил один из моих собеседников, начинаются перейти туалеты в самолетах и поездах до защиты Родины, на которую никто и не планировал нападать. Мы сейчас видим, что совершенно запад не готов к введению масштабных войных действий. В общем, сплошное вранье видно одно, что цели и задачи войны народу непонятны. Да их и нет, по сути дела. Война ведется не в интересах народа. Она стала... Вот, кстати говоря, можно привести яркий пример. Недавно стало известно, что то ли сам отец Алины Кабаевой, то ли его помощник занимается в больших объемах экспорта зерна и угля с территории Луганской и Донецкой областей. Так вот, в их интересах, конечно, эти военные действия осуществляются. А я еще перед началом, перед принятием Путина трагического и ошибочного решения о нападении на Украину, я писал о том, что пока в одних кабинетах калькулируют будущие потери, заказывают гробы, запасы крови, в других кабинетах делят будущие объекты, которые будут забирать, считают бабки, которые на этом нагреют и так далее. Короче говоря, вот люди с земли, на плечи которых легла тяжесть и весь негатив военных действий, они начинают по-человеку закипать. Евгений Владимирович, знаете, я слушал много ваших интервью, и меня поражает, что вы стратег, вы редкий человек, который в маленьких фактах видит прям целую историю, типа на 300 лет назад или там на 2000 лет назад, вы даже употребляете слово Айкумена в отношении того, что будет. Но я хочу вот в этом маленьком факте в Башкирии просто добавить 5 копеек. Я прошу нам показать вот главного героя вчерашних событий. Его зовут Фаиль Алсынов. И вчера его судили. Судили за одну фразу. Он сказал «мы черный народ». И меня поразило, что эта фраза по-башкирски звучит практически так же, как по-татарски. И я вдруг осознал, что вот я, сидя в Стамбуле, нахожусь действительно в центре огромного тюркского мира. Может быть, вы как-то его видите по-своему, но это не важно. Вряд ли из России вот этот кусок из Урала будет оторван каким-то образом когда-то. Но вот этот человек, конечно, он поражает тем, что он 4 года назад боролся за спасение священной горы Куштау там же, которого пытались снести местная содовая компания. И народ тогда реально победил. Эту гору не трогают до сих пор. И эта башкирская содовая компания копает где-то соду, так сказать, вот где копало, там и копает. А священный Куштау не трогают. Я, честно говоря, удивлен, почему, так сказать, Фаиль до сих пор не в тюрьме, как это устроено. И вы, как человек, который был внутри российской власти давно, может быть, вот национальным республикам позволено больше, чем другим? Знаете, это, видите, зависит во многой степени от позиции местного руководителя. Когда началась борьба за эту гору, я называл ее Курганом, можно назвать горой, Хабиров, руководитель в Ашкирии, он, в общем, достаточно толерантно отнесся к этим запросам населения, поддержал его и, в общем, выступил на стороне народа, защитив его от претензий с содовой компанией. А здесь, извиняюсь, проблема федерального значения. Тут все не свойится к личному бизнесу местного какого-то предпринимателя. Это ведь может быть, знаете, вы наверняка наблюдали, как закипает вода в кострю. Все начинается с первых пузырьков. Вот они, первые пузырьки, появляются в воде, и потом их становится больше и больше в так называемой центре концентрации. И потом все это превращается в бурлящую колокольчую массу. Станет это первым из пузырьков или это единственным из пузырьков? Как мы увидим в скором времени. Но тогда его поддержало местное руководство, а сейчас он замахнулся, что называется, на сферу интересов уже московских, кремлевских. Я не очень понимаю, вам, может быть, это виднее, можно ли в данном случае говорить о едином тюркском мире? Относили и башкирский, и татарский народ к тюркому миру. У меня было несколько иное представление. Что башкирский – да, а татарский – нет. Ну, это уже вопрос дискуссии. Вот я сейчас попрошу нам показать один прикол с фронта, когда Ричард Православный, так сказать, из какой-то африканской страны, я четыре раза прослушал, так и не понял, то ли Мозамбик, то ли Заир, он произнес по-своему, по-африкански. Давайте сейчас посмотрим, чтобы народ не соскучился, и обсудим стратегию войны. Вот у нас Ричард Православный, сегодня причастился, покрестился, брат. Страна Африки. Так что вот, слава Богу, эти наши братья, с Африки даже приезжают. Получается, за русский мир воюют. Молодец. Что с нами, победа за нами. Победа за нами, правильно? Русский мир. А потом, глядишь, его внук станет великим русским поэтом. С эфиопским представителем такое уже случилось. Вы знаете, три месяца назад в интервью вы сказали очень важную вещь. Когда у всех было такое уныние в конце года, что патовая ситуация на фронте, бесконечный обмен какими-то интервью. И вы сказали, слушайте, ребята, вот-вот сейчас Америка даст дальнобойные ракеты, которые важнее немецких, например. Вот ракеты Этаканс, американские, они, так сказать, земля-воздух, и поэтому их запускать легко, и они достанут, разрушат весь пыл и снабжение российской армии. И в общем, в общем, победа Украины на самом деле прослеживается. Главное, день простоять и ночь продержаться. Но вот прошло три месяца, и, честно говоря, не прослеживается. У вас какое ощущение? У меня ощущение такое же, оно не поменялось. Все дело в том, что за это время произошли три, может быть, стоящих внимания изменения. Во-первых, зима. Настала. Зима, она неподходящее время для ведения активных наступательных действий. Поэтому запасаться оружием нужно не для того, чтобы оно обрасходовалось пустое, а в том моменте, чтобы оно обеспечило успешное наступление. Ну, это означает, что примерно за месяц до начала наступления надо будет заниматься разрушением тылов, ну, очевидные вещи. Во-вторых, за это время Россия активно наладила работу по ближайшему прифронтовому тылу. Своими дронами, своими ланцетами, с помощью, кстати, самолетов и дальнего радиолокационного обнаружения управления А-50, один из которых постигла несчастная судьба недавно. Поэтому приближать теперь такого рода установки, ну, нельзя ближе 40-50 километров к линии фронта, без риска для них. Это означает, что, учитывая глубину фронтовой полосы Приморской, 100 километров, нужны ракеты с дальнобойностью свыше 160-170 километров. Сейчас вокруг этого идет полемика в Соединенных Штатах. Ну, в общем, все зависит от того, как будут соотнесены ценности Соединенных Штатов с точки зрения безопасности их мексиканской границы, с их интересами в Европе, в Украине, собственно говоря, в разделе мира, который мы наблюдаем сегодня. Это вот второе обстоятельство. И третье обстоятельство. Одновременно. Значит, второе обстоятельство – это появление дронов, углубление зоны действия российских средств, а третье – затянувшиеся дискуссии в США. Ну, дискуссии должны раньше или позже закончиться. Вообще война штука такая, динамичная. То одни придумывают что-то, то другие. В марте прошлого года, скажем, российские войска стали довольно эффективно глушить снаряды дальнобойных орудий, высокоточных снарядов из Калибур. Потом в конце года появилась информация, что американцы не только научили сделать из Калибура защищенный от этого джеминга радиоэлектронного, но еще и с большей дальности. Ну, в общем, это идет соревнования. Я повторяю, что все зависит от одного простого обстоятельства. Война начинается как состязание армий и штабов, и если она не заканчивается в это время, не становится той самой короткой победоносной войной, она становится состязанием тылов и воли. То есть уже тыл начинает втягиваться в военные действия. Мы имеем дело с тремя субъектами военных действий. Украина, Россия и то, что я называю коалицией Рамштайн. У России достаточно воли у Путина, все остальные ему безоговорочно подчиняются. У России есть определенные ресурсы. Может быть, не хай-тек, но он достаточно сильный. По крайней мере, военное производство в России раскручивается довольно эффективно. У Украины есть в изобилии воля к сопротивлению. У Украины почти нет ресурсов. У Рамштайна есть ресурсы, но пока не наблюдаем воли достаточно для того, чтобы обеспечить Украину достаточное количество ресурсов. Вот дальше будет все определяться. На мой взгляд, единственным неопределенным параметром в этом уравнении трех увеличений является воля Рамштайна. Может быть, вот вопрос. Простите, какое у вас ощущение? Может быть, американцы не разрешают украинцам разбомбить Крымский мост? Если же там хотя бы одна ракета Этаком туда попадет, ведь это же не надо весь мост разрушать. Достаточно в одном месте повредить железнодорожное полотно, ну и там пешеход, проезжую часть, и все. И у Путина истерика, и перерублена мощнейшая артерия. А как вам кажется? 70% снабжения при фронтовой южной зоны, если брать то, что можно назвать Южным фронтом, при Азове и при Черноморье, оно идет с территории Донбасса 70%, с территории Крыма 30%. Поэтому гораздо важнее иметь огневой контроль на всей при фронтовой зоне. Это позволит пересечь обе линии снабжения. И от Донбасса, и в районе Армянска, пересечь линию снабжения из Крыма. Крымский мост не является такой уж критической задачей на данный момент. Больше того, я могу вам напомнить, как действовали украинцы в ситуации с Херсоном, с правобережем Крыма. Они долгое время не трогали, скажем, Антоновский мост, Дамбу Каковскую. Они давали возможность как можно большему количеству российских войск зайти на территорию правобережья. И я все время посмеялся, думаю, одни все видят, все понимают. Почему другие не видят, они понимают? Почему российские войска продолжают втягиваться на территорию правобережья? Хотя это требует увеличения снабжения, становится более трудным. И вот после того, как туда набилась критическая масса, они стали бить по минимуму коммуникации. И тогда снабжать уже большую группировку стало гораздо тяжелее. Поэтому мне сейчас, ну, ей-богу, с моей точки зрения, Крымский мост вовсе не является первоочередной задачей. Для украинских войск главное пересечь линии снабжения в районе Мелитополя-Мариуполя, от Донбасса, Бердяск, Мелитополь, Мариуполь, и геническо-армянские линии снабжения из Крыма. Собственно говоря, на этом и все. И особенно ломать эту голову не надо. А когда это надо делать? А когда можно будет по суше зафиксировать изменившуюся ситуацию? А это значит, когда земля подсохнет и повесел. А это что означает? Что за месяц до этого надо начинать такое систематическое разрушение коммуникации и складов. Вот простая ученика и хронология. Ну понятно. Значит, до апреля ничего не ждем. Будет такое же, как это... Ну, я скажу, до марта. До марта. До марта. Теперь вы сказали про тыл. Чей тыл выдержат? И вот на днях произошел позавчера, по-моему, взрыв в Ростовской области, в городе Шахты на полиэфирном заводе. Сейчас нам покажут его, да? Причем Россия отрицает со страшной силой. Говорит, нет, нет, у нас там короткое замыкание. Вот посмотрите, как выглядит короткое замыкание. Покажите нам, пожалуйста. Ну прям типичное короткое замыкание. Вот так мы его себе всегда и представляли. Так оно и бывает. Самое поразительное в этом заводе, что он новенький. Он построен и открыт в прошлом году. А несчастный предприниматель, который его строил, он вложился в него с 19-го года, вкладывался. 5 миллиардов рублей. Причем это частный бизнес. От губернатора они получили полмиллиарда. И я прям попросил сделать подборочку. Дело в том, что это, в общем, такое продвинутое предприятие. Оно делает, знаете, сейчас я, полиэфирное штапельное волокно. На самом деле это наполнитель для матрасов. И вот все матрасы вроде у нас уже делаются в России давным-давно, а мы вот степень импорта внутри него не представляли себе. Оказывается, это был сплошной импорт вот этого волокна из США и Европы, даже не из Китая. И вот это именно это полиэфирное волокно, этот предприниматель в городе Шахты построил завод. В 19-м году он начал вкладывать туда свои деньги. Потом началась война, но он уже завез туда оборудование чуть ли не на 3 миллиарда. Деваться ему было некуда. И вот он в прошлом году его открывает. И бабах, и у него это все взлетает. Вы нам покажите подборочку всяких фотографий. Я прям специально собрал, потому что вот с вами как... мне очень хочется это обсудить, потому что вы-то понимаете, что бизнес – это основа любой страны сейчас в современном мире. Вы, как никто, понимаете, насколько важны проклятые капиталисты, которые организуют бизнес. Казалось бы, да, что такое матрасы? Ну как что такое? Все на них спят. 3 миллиарда, видите, началось строительство в марте 21-го года. Бедолага не знал, что менее чем через год все это взлетит на воздух. И этот вот завод должен был 60% импорта закрыть. Причем вот все это, так сказать, выглядит, ну, как бы вроде бы скромненько. 260 рабочих мест там всего-навсего будет, да. Но, слушайте, вот так и устроен современный мир, современный капитализм – это вот то, что, так сказать, продвигает Россию сильно вперед. Это настоящее крутое импортозамещение, и ба-бах! Вот у вас какое ощущение от всего этого? Я бы поставил, во-первых, это выглядит, должен сказать, именно как авария. Вы, может быть, удивитесь этим, но действительно это выглядит как авария. Такого рода производства, они связаны с переработкой газов в твердые вещества. Когда ты стоишь около установки по производству, скажем, полипропилена, у тебя на глазах происходит чудо, когда пар вдруг превращается в полиэтилен. Да, а это означает, что присутствует, всегда присутствует риск, что при ненадлежащем обслуживании произойдет утечка этого вещества, и где-нибудь от короткого замыкания оно может взорваться. Выглядит это действительно как объемный взрыв, большой мощности. Если предположить, что это была какая-нибудь диверсия, то надо было заложить очень большую зарядку. Это было бы сделать гораздо тяжелее. А потом я ставлю в один ряд с большим количеством катастроф на коммуникациях российских городов, когда вымораживают начисто. Ведь что произошло? Человек строил, строил, построил завод, набрал, обучил персонал. А потом этот персонал бабаха и забрали в действующую армию. Пришлось кого-то другого брать, сразу схватать, старичков каких-то тащить или, извиняюсь за урожение, наших гостей с юга ставить на работу. И там может быть совершенно другая культура обслуживания. В 2014 году я написал о том, что, к сожалению, Россия свой путь в будущее уже прочертила решением по захватам Крыма. И никакой экономической катастрофы в единомоменте не произойдет. У России огромные ресурсы, у России огромные резервы внутренние, сырье, пашни. В общем, ничего разом не рухнет. Но впереди долгая деградация, архаизация всего. И общество, и экономики, и промышленности. Конечно, военные действия с мобилизацией, с большим количеством людей, ушедших за более высокой зарплату убивать украинцев, оно ускорило процесс. И это мы наблюдаем в эту зиму. Но все это было предопределено раньше. Да, Россия вернется машинам «Москвич», машинам «Победа». Кстати, ситуация будет даже в чем-то хуже, потому что уже нет своих Ту-104 и У-18, а приходится на грани риска эксплуатировать самолеты с истекшим сроком гарантии. Мы видим, как американские станки приходится заменять, китайские, потому что никто другой нам их не даст. Да и китайцы-то сейчас, кстати говоря, если вы обратили внимание, ряд китайских банков закрыл обслуживание российских клиентов, потому что боятся вторичных санкций. Не только китайских, кстати, но и турецких, и индийских. А это имеет интересные последствия. У нас говорят о том, что «А, да ничего, да у нас большой экспорт, да мы все компенсируем, да мы даже выиграли. Россия столько денег на экспорте зарабатывает, сколько никогда раньше». Не говорят только об одном, что, во-первых, деньги и те юани и рупии. Да и те рупии далеко не всегда доходят до России, потому что не всегда есть механизмы их превращения. А если они и доходят, то зачем России рупии? И механизмов их конвертации в какой-то товар становится всё меньше и меньше. Так что, ну да, археизация, деградация, аварии, катастрофы – это все низкие. Гораздо хуже то, что общество деградирует, когда там зэков выпускают, сидящих по тяжелейшим статьям выпускают, и потом выживших отправляют чуть ли не в школу преподавать и показывают, как правильно жить надо. Вот это говорит о самой тяжелой деградации. Евгений Владимирович, вы знаете, я очень оптимистично настроен в отношении русского народа, вам честно скажу. Я считаю русских невероятно талантливыми, способными, разботящими. И компания «Яндекс» – это компания, которая впереди планеты всей. И я это говорю с полной ответственностью, пользуясь разными навигаторами в разных странах и так далее. То есть это вот наши достижения прям супер. И вот я сейчас прошу показать хозяина этого завода в шахтах, который взорвался. Его зовут Олег Рябошапка. И он, конечно, удивительный человек. Он начинал в 90-е годы с торговли влажными салфетками, завозил сюда, а потом стал их производить и начал строить уже и заводы. И вот он умудрился первый свой завод в том же самом городе шахты открыть в 2014 году, когда «Крымнаш» грянул. То есть он вкладывал деньги до «Крымнаша». А второй раз, вот судьба у человека, понимаете, он вкладывает деньги до настоящей этой войны сейчас в Украине. И опять у него бабах, да еще и сейчас взрыв. Я вот не думал об этой версии о том, что действительно у него могли забрать кого-то из важных сотрудников, и от этого все взлетело. Но фантастическая судьба. И вот такие люди, собственно, двигают Россию вперед. И таких людей с утра до вечера в России ругают. Причем ругать их начали еще тогда, когда вы только создавали демократическую Россию. То есть в 89-м году, я помню, как начали, еще капитализма не было, а уже капиталистов объявили врагами народа. Уже начали, КГБ начало заводить уголовные дела против вот таких предпринимателей. Было знаменитое уголовное дело кооператива «Анд». Тогда предприниматели в России были жалкие люди, которые могли только создать кооператив, шить тапочки. И вот жаль, что кооперативы не начали, так сказать, заниматься сельским хозяйством. Честно говоря, это можно было бы начать, может быть, лет на 30 раньше, и Россия пошла бы по другому пути. Но окей-окей. Я просто очень хотел бы ваш взгляд вот на это вот, так сказать, развитие России, которую мы потеряли. Все-таки вы зря помянули «Анд» и «Ряшенцева». Это несколько другая категория. Там речь шла о том, что одни под крылом, скажем так, «Гру» пытались экспортировать танки под видом металлолома, а другие, значит, их ловили на этом. Так что это далеко не типичный пример. Да вы знаете, нет. Я вот как раз в те годы помню, как люди с удовольствием покупали участников хоть варежки там, хоть консервы, да что угодно. Шли в кооперативы на обслуживание, мыли машины на первых мойках. Были, конечно, люди у, кооператоры, миллионеры. Это тогда Тарас спортивный покойный спровоцировал, когда пришёл по разносу сдавать, по-моему, чуть ли не с миллиардных доходов. Ну, прямо скажем, что первые кооперативы, они ведь занимались чем? Они воспользовались зазорами в законодательстве, созданными для кооперативов, так называемых, центров научно-технического творчества молодёжи. Закупали сырьё по государственным ценам, вывозили на Запад и продавали там по рыночным западным расцам. Потом возили сюда, скажем, компьютеры или другие необходимые влажные салфетки. И вот так и побывали. Ну, в общем, значительная степень, это были кооперативы, которые эксплуатируют социалистическое безхозяйство. Нормальные кооперативы, которые стали подниматься, с производственными кооперативами, они не назвали никаких проблем. Я приведу пример того же Брынцалова, сказали, известно. Шумный. Ну, нет, люди к этому как раз привыкли. Их возмущала такая резкая несправедливость. Никто же особенно не выступал против приватизации объектов столовых, кафе, магазинчиков. Даже против приватизации заводов по принципу трехчленной приватизации Чубайса тоже никто особо не выступал. Возмущение вызвало приватизацию основных сырьевых объектов под видом залоговых функционов. Вот там вот явно журничество было. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok